Субботнее утро одного из жителей дома номер 30 по улице Московска началось со звуков сработавшей сигнализации его автомобиля. Выглянув в окно, он увидел разбитое заднее стекло своего Volkswagen и тут же вызвал полицию. Преступник далеко идти не смог. На заднее стекло и автомашине его упал с верхних этажей кот. Кот сидел рядом, живой, ну так маленько ушибленный. Владелец оценил материальный ущерб в 40 тысяч рублей. Свидетелей происшествий не было, а потому установить из какого именно окна многоэтажки в Apple-код не удалось. Хозяева пушистого хулигана пока не объявились. В эту же субботу в одном из городских офисов с рабочего стола сотрудницы исчез сотовый телефон. Данная гражданка находилась в соседнем помещении за перегородкой. В это время неустановленное лицо проникло в рабочий кабинет и похитило сотовый телефон. Вора быстро нашли. Им оказался 42-летний сравчанин, ранее судимый за аналогичные преступления. На Саровских дорогах прошедшая неделя выдалась относительно спокойной. Произошло всего 10 ДТП без пострадавших. Профилактические акции «Стражей дорог» наконец дали свои результаты. Пьяными за руль садился все меньше горожан. Пятницу, субботу проводили операцию «Недрезоводитель». К сожалению, или может наоборот, к счастью, операция прошла не очень успешно. Был задержан всего лишь один пьяный водитель. На этой неделе сотрудники госавтоинспекции продолжат проводить профилактические мероприятия в рамках «Месячника засветись». Также «Стражей дорог» рекомендует сравчанам заранее подготовить свою машину к зиме и поставить на колеса шипованную резину. Елена Грязкова, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Продолжение следует... Продолжение следует...